День России или же День независимости России. Так именовался этот праздник несколько лет назад, когда народ недоумевал, пытаясь понять, от кого же в этот день страна стала независимой. Считается одним из самых молодых государственных праздников в стране. Руководство автономно-строительного колледжа в преддверии Дня России в стенах учреждения провели открытый урок на данную тематику. Учащимся демонстрировали видеоролики о России прошлых и нынешних лет. Наша страна-то настоящая, прекрасная. И мы прошли надежность, как Российский мир, только наша земля обладает душами и сердцем. И поэтому мы, как у вас, коллегицы, родители. Россия является мощной державой с многовековой насыщенной историей. Она пережила очень много потрясений за время своего существования. Разрушительную войну, смену власти и режима, рассказывает организатор мероприятия Хамзат Минбулатов. Страна, несмотря ни на что, все же сумела выстоять и продолжает динамично развиваться и гордиться великим культурным и историческим наследием, отмечает Минбулатов. Сейчас проводит наше правительство. Мы, конечно, все это поддерживаем и показываем, что мы за единую Россию. Мы за то, чтобы этот праздник имел такое лицо по исключению. Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. День России раньше до 2002 года носил название «День принятия декларации о государственном суверенитете России». День России – государственный праздник и является одним из самых молодых праздников в стране. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова